Продолжение следует... ...перевозки специфического сверхнегабаритного груза в кратчайшие сроки. Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск Полимер» — это дочернее предприятие «Сибура», расположенное в промышленной зоне города Тобольска. Им потребовалось перевести две химические колонны на площадку хранения. Для того, чтобы иметь хотя бы какое-то представление об этой операции, а значит понять, насколько она была значимой и существенной, пожалуй, достаточно озвучить габаритные характеристики одной из этих колонн. Погрузочная высота около 9 метров, длина почти 100 метров и самое феноменальное — это ее вес — более 500 тонн. «Тобольск, наверное, это единственный сейчас город в мире, где грузы весом 200 тонн, вот как вот там стоит, мы привезли, считаются маленькими. Это считается уже большой. Это колонна, колонна, с помощью которой природный газ перерабатывается в полимерные какие-то вещества. То есть это советская колонна, разработанная в Дзержинске давным-давно. Доставлялась она тоже уникально сюда, в Тобольск, по воде. Она сама сплавная. А, сама могла плыть? Да, да. Все цепляли за кораблик, за буксир и везли сюда, в Тобольск. Это было очень давно, к сожалению, технология сейчас, по-моему, утеряна. Об уникальности этой операции свидетельствуют в первую очередь сроки. Специалисты называют их кратчайшими. Всего один месяц был в распоряжении транспортно-экспедиторской компании на подготовку маршрута, согласование всех вопросов, получение разрешения и согласований, которых, к слову, потребовалось совсем немало. Со всем этим Чанлер Логистик успешно справилась. Общее расстояние перевозки, если взять за точку отсчета, место первоначального нахождения каждой из колонн, оконечное место выгрузки составило более 2,5 километров. Тянущий состав, на котором перевозились сверхтяжелые химические колонны, это так называемый гидравлический поезд. Сборка этих модульных конструкций занимает очень много времени. Система гидравлики тщательно проверяется и испытывается. Управляется гидравлический поезд дистанционно с помощью вот таких пультов, а его мощность ни много ни мало примерно равна мощности среднего океанского лайнера или большого парохода. При этом стоит отметить, движение такого состава совершенно не вредит дорожному полотну. Это распределение осевых нагрузок называется. То есть груз, допустим, на тележке, в которой 8 осей, она нагружена 176 тонн, на ней нагрузка. На которой тележка 10 осей, спаренных осей, 20 считается осей, там 316 тонн. То есть нагрузка распределена равномерно, она считается на пепло колеса. Операция по перевозке колонн потребовала не только привлечения сложной спецтехники, но и проведения определенных строительных работ. Были сделаны расширения дорожного полотна и усиление переездов через трубопроводы, перенос инженерных сетей, подготовка второстепенных дорог, снос столбов и линии освещения и даже перенос двух трубопроводов, идущих над дорогой. Сложность была определенная, связанная с тем, что один из трубопроводов питал поселок вахтовый, в котором находилось единовременно порядка 3,5 тысяч человек. Соответственно, работы проводились в холодный еще период и потребовали высокой скорости и большой четкости организации. Но справились. И сейчас вот как раз посмотрим, сможем ли мы пройти под ней. Потому что первую колонну провезли, но у нее габаритные характеристики были более, так скажем, спокойные. Специалисты компании «Чандлер» всегда знают, как решить проблему, связанную с перемещением негабаритных грузов через низкостоящие искусственные сооружения, такие, например, как трубопроводы и газопроводы. Гидравлический поезд преодолевает такие преграды. А его конструкция, кстати, позволяет осуществлять поворот грузов на 360 градусов. Идет перекрытие движения по полосам. В данный момент стоим в ожидании отключения высоковольтной линии с напряжением 110 вольт. А как только будет сигнал об отключении, мы проезжаем под линией и следуем дальше уже к месту выгрузки. Когда доедем на место выгрузки, мы ее поднимем на максимально возможную, вот с помощью этих же гидравлических тележек. Мы ее поднимем, подложим вот под те ложементы, которые висят, специальные клетки, и опустим на них, поставим. По контракту на перевозку и выгрузку такой колонны давалось 3-4 дня. Специалисты компании «Чандлер» справились всего за два. При этом колонна, вес которой вместе с гидравлическим поездом в итоге составила около 600 тонн, самый крупный негабаритный груз, который когда-либо приходилось перевозить специалистам сургутского форпоста компании «Чандлер». Все молодцы, все отработали на 100%, очень устали. Особенно это сказывалось последние 2-3 дня, когда самая интенсивная подготовка. Мы работали с ростобольскими организациями, дорожники нам очень помогли, большое им спасибо. Электрики, очень много людей было задействовано, конечно, все внесли свой вклад. Чтобы перевезти груз, была проделана сложнейшая техническая работа. Во всем мире существует всего несколько транспортных компаний, которые успешно справлялись с подобными задачами сверхуровня. А для «Чандлер Логистик» Тобольский проект ознаменовал собой определенную веху развития. Это новый этап, новый рубеж, открывающий еще более амбициозные перспективы.